Субтитры создавал DimaTorzok Я всегда говорю, она существует независимо от того, знаем мы они или нет. Почему? Потому что это не инструмент идеологии, это прежде всего историко-культурный феномен. У любого народа, у любого атмоса есть своя душа, есть свой характер. И эта душа и характер, они задают какую-то определенную миссию для его существования, для его функционирования, развития. И независимо от того, знаем мы они или не знаем, это интегрирующее начало есть в любом народе. Есть в любом народе, иначе бы народ, общество не существовало. Оно не существует абстрактно, оно существует всегда в виде какого-то народа. В этом смысле я считаю, что у казахов безусловно такая национальная идея и есть. И в данном случае я имею в виду, что у них есть свой этнический характер, то есть душа этническая. И также этот характер задает определенную миссию, уже общегражданскую для всего населения Казахстана. И в данном случае я просто хотел подчеркнуть, что есть две крайности. Первая крайность это когда полностью отрицается национальность, это и этничность, при слове национальная или нация. Когда говорится, что это общегражданская общность, это индустриальная общность, это территориальная общность, государственность, где-то присутствует обязательно, да, и это в частности яркий пример был Могулат Викторович Масанов, который страшно уважает поплоченного, но как политолог, он всегда говорил, что не существует национальности. Я так и не считаю. Это реальности, национальности существуют. Но, как говорится, если мы будем полностью преследовать чисто общечеловеческие цели, общечеловеческие ценности, не учитывая характер этнический и культуру, да, то эти общечеловеческие ценности, стремление к демократии, к правам человека и все прочее, да, они не будут реализованы, потому что будут игнорировать существующую реальность, которую необходимо учитывать. Но, с другой стороны, если мы будем только замыкаться на этнической культуре, да, и стремиться к этнократическим подходам, да, в отношении национальной идеи, то мы поймем тоже, что это тоже обречено на провал. Вот эти два момента очень важны, да, и поэтому я хотел сказать, что у казахов есть история. Казахи сложились на основе социальной, как на основе тюрко-монгольского древнего способа аульного кочевания, поэтому казачество является древним тюрко-монгольским способом жизни, образом жизни, и казахи именно произошли именно как казаки, то есть не случайно русское слово казак и казахское слово казак, они идентичны. Почему? Потому что в данном случае этот образ жизни, свободных воинов-добытчиков, да, сыграл очень важную роль в формировании этнической культуры Казахстана. И я считаю, что это свойство именно индивидуальной открытости, да, у этих казаков, да, которые имели разные градации, начиная от жигита, заканчивая батыром, проходя через сал, сере, различные, да, это очень важно играет суть нашей этнической культуры, нашего этнического характера. Какую же и почему это важно для национальной идеи? Потому что все национальности Казахстана это свойство национальное поддерживают, индивидуальную открытость все поддерживают, не только казахи. И в этом смысле мы можем дать миру этнический образец информационной культуры, информационного общества. Вот почему я вижу национальную миссию, которая проистекает из национального характера. Я считаю, что национальная идея наша состоит из двух составляющих. Первое, это индивидуальная открытость. И второе, это информационная культура. То есть мы должны в нашем миссии создать информационную культуру для мира. То есть я считаю, у нас есть такая, наша этническая культура дает миру образец этнический информационного общества. То есть сегодня информационные технологии настолько сильно развились, что теперь миру не хватает информационной культуры, людей открытых. Мы, казахи, в отличие от западных людей, у которых свобода вся закрытая и отрицательная от кого-то и от чего-то, мы, казахи, являемся этническим примером открытой свободы. То есть для чего-то, для кого-то. Меніше ултын идейной негізи ол тыль. Я считаю, что в Казахстане есть большая идея. Если вы не понимаете, то у вас нет ни одного рода, ни одного рода, ни одного рода. не будет. Уршайдан бен? Ултык идея, ултынын тариха көз-қарасы бірде болды. Например, казақтарда егемен мемлекет болған жоқ, осындай ойлары кәзірті ұлбатыр. Ол дұрыс емес. Уйткені, айни, қазақтарда қазақтарда ғасырдан бері мемлекет болған және. Біраз идеялармен, қанат айфан мен келісім, біраз идеялармен келіспеймін. Мысалы, қанат дұрыс еті, қазақ ол әйне спосып жизни деген, спосып качевания, ол дұрыс қазақтардаим қазасырды. Қазақтарда қазақ jusиян қаз �ылықтарның, қазақтар, ғтығығы ұрыс баулат кейін, Образование считает национальной идеей, что оно может объединить хорошее образование, что под этой идеей могут объединиться все казахстанцы. Я считаю, что национальная идея, у тех, кто на казахстане, да, в Казахстане открыты уже в тарихе сундают. В Казахстане, да, те, кто на казахстане, много путь? А, 60 путь – 40 путь в то, например, большая идея – 40 путь в тарихе в тарихе? Только из казахстанцы из культуры нихwork? – Да, конечно. Причем, с одной стороны, когда я нашел юридиту, именно этот казахстанцы, и кастры на казахстанцы мы не смотрим. Басхалықтар бізде тұрба-тұрба. Басхалықтар да егемендікті, тәуелсіздікті қолдау керек. Егер ол Қазақстан азыласыр болса мұн кейін. Басқа елдерге жылып өз күген қарасын, бірақ ең бейік патриот ол Қазақстанның патриотизм бол керек. Бәрін біттарға. Енді түрп, етіншіден егемендік, бұл қазақстан мен ұшын talking book. Бұл қазақстан тамның түрдер. Вен Бұл Қазақстан ажын. Бұл Қазақты күcost. Действительно, вопрос об языке – это очень сложный вопрос. И то, что мы утверждаем в наших книгах по национальной идее, что язык – это, конечно, необходимые условия этноса, необходимые условия этнической самоидентификации. С этим никто не спорит, и я в этом отношении не против казахского языка. Более того, я очень люблю казахский язык, изучаю сейчас его очень усиленно и удивляюсь, как много казахских шедевров народного искусства неизвестны даже самим, порой, казахам. В данном случае, песню «Барбала» я не видел, чтобы она была так популярной, хотя она просто шедевр, я считаю. Неизвестный ни автор, ни композитор, хотя я считаю, что она стоит того, чтобы ее популяризировать и пропагандировать. И я с удовольствием ее бы воспел, когда будет возможность. Но в данном случае я скажу, что я очень люблю казахский язык и люблю казах, и стараюсь этому соответствовать. Но, с точки зрения научной, казахский язык – это необходимые условия этнообразования, то есть этническое индивидуальное, но недостаточное. Недостаточно. То есть без языка не обойтись. Но только при помощи языка нации не будет или национальности. Потому что очень много примеров, как разные народы разговаривают на одном языке. Или наоборот, допустим, один разговаривает на разных языках. И есть в истории немало этих примеров. Поэтому я говорю, что язык – это важная вещь. В данном случае мы не должны потерять казахский язык, это я уже однозначно говорил. И говорю не только для Казахстана это важно. Это важно для всего человечества, потому что в этом языке закрыта наша национальная идея. Но, я повторюсь еще раз, что культура, ценности, которые культура передает, она все равно духовно и всегда не связана с какими-то конкретными материально-бытовыми вещами. В частности, язык – это все уже форма мышления. Если мы это передадим дальше всем казахстанцам, то это будет великое дело. То есть я хочу сказать, что на самом деле казахский язык нужен, но нельзя только ради того, чтобы казахский язык существовал, уничтожать саму идею казахскую, которая в этом казахском языке зашифрована. Я считаю, что идею открытости, как национальная идея, необходимо пропагандировать и развивать. И, к сожалению, если мы этой идеей будем придерживаться, к сожалению, то наряду с казахским языком мы будем читать и русский язык, и английский язык. Я не считаю, что развитие этих языков, допустим, у нашей республики будет вредить казахскому языку. А вот насильственное внедрение и насильственное придумывание языка повредит. А вот пропагандировать казахское искусство народное нужно, чтобы люди устремлялись, хотели знать, в чем смысл этого языка. Потому что я был очень... Ну, пожалуйста. И что ты тут полосил? Я за трехязычек. Я считаю, что... Ну, даже не за трехязычек. Я считаю, что казахский язык, наш бульсюанский должен быть язык, но нельзя запрещать иные языки, которые позволяют нам быть открытыми с другими народами. А у вас? Мне еще... Ен... Бірши маннызды... Необъемый тыль... Улттык мемлекет... Мемлекеттеп... Был бол герек. Ол... Безде... Ол... Ол... Казах тіл бол герек. Ен бірши нем. Баскат тілдер... Орыс, аунышнши... Испана тілдер... Ол... Баларды оқысын кейін, кейін бірақ. Например, Япония, баларды 12 жаста дейін ешкандай өзге тілге оқымайды. Например, сана сезым, мировоззрение омыша дейміз. Ол өз тілін оқытып, ана тілінен басау керек. Бізде осы три единствы языков дейді, басқа дейді, белікті дейді, оппозиция өкілдері де осыны ойлары қолдайды, свой кө секілді. Менімше ол мүлде дұрс емес, әуелі бәрімізге бір тіл болды. Тек қана қазақтарға деймес, бәрі үлге ұлттанаттардың өкілдерінеді. Сондықтан тек қана сол негізде біз бірік татуы ұстай аламыз. Біз форматтан алып тұп ажадыңыз, әр ғайтын бір интервью беру қан сияқты. Бұл жерде пікірті қазақтарды. Бір-біріңіз біріңіз біріңіз біріңізді. Сіз обұрсында қойдықтардыңыз мұл жардыңыз кізіп, бір қазақтардыңыз 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 сөзіп. Әрінен қана қанатты танымыз әрінші реті кезде үйлемес. Ассиресе, 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 тарик жарынан. Мысалы, Канад Благейден, ана алтын адам бар, ол қазақтарға мүлде қақсы жоқ. Сатар, ол иран тілде түрк, ол түрк тілде сөйлескен. Потому что в Алтай-Арманжолове, а также филолог, Бедельный филолог. Более айткан. Чаша Бархуни. В Алтын Адамин бірге жаткан. Он был иран тілом. Только труп тіл. Мир бақшымы домы дженес. Ол алтын адамин бірге жаткан. Ол бір ой. Екінші ой. Қазақстанда, Қазақтарда, онын тоғыншы ғасырдан дейін, 20-шы ғасырдан дейін, қалылар болған жоқ, дейді Қанат Мұрза. Менімшін ол да дұрыс емес. Өткені Сығына, Сайрам, Тарас, екім жыл. Басқа да. Мен кәзір біздің қорымыз. Біздің қорымыз. Акематында қорымыз. Жана ғана бір тарихи туралы, Қазақтарды тарихи туралы керемет, менімше кітапты басып шығарды. Келесі ақтада амады болса, осы дүгіндерге түседі. Ол 43 жылды жазылған, Мәскеуден Петергунтан келген Панкратова, Зутиз, Вяткин тәрекшанды секілді. Біздің жұмысшы, Қазақтың ғылыми жазған тарих шығаттаман болса. Сол кезден, 43 жылдан, бірде-бір осы кітап шығанған жоу. Сол кітапта бұлай жазылған. Қанат Мұрза бұлай дейді. Біз, анау, отырарды жойылған рулар, ол біз-біз. Қазақтың үзіміз. Меніңше, әрине, Монғолдан ішінде Наймандағы керей болған ол рас. Бірақта, отырарды отырған қорғанан кім болды? Ол кіпшақ емес бі? Кіпшақтар ол шық. Қайыр хан кім болды? Ол кіпшақ болды ол. Ол бір қорған қазақтар емес? Аау қыпшақ. Жақында. Найман, керей, бәрі осы рулар осынгейін қазақтар қалқына ішінде кірді ғой. Ол үлкен бір қырталас оқыды ғой. Шаханов и Мағалымен, уркен бірне, тау болды. Сондықтан, бір рулар, солсынгейін казақтары, наймандар, керей секриды. Бірақ, отырарда да отырған, ол кыпшактар болды. Кыпшактар түркіше кыпшак тілінде сүйлеген ой. Онда олар бізната, бабаларымыз немесіпей. Жалтайын? Ай, да. Сондықтар түркіше көпшактар? Ну, начнем с последнего вопроса, да? В отношении Гайрхана и копчаков в Атраве. Во-первых, копчаки в Атраве не составляли доминирующего населения. Это были городские жители, осетлы, сард, так называемые. И входили они официально в харизмийскую державу, то есть державу харизмшаха. А копчаки играли там роль военного сословия. В принципе, казачье происхождение казахского народа, и это был один из путей существования казаков, допустим, да? Они шли в какую-то осетлую землю, да? Становились на службу, казаки, допустим, да, в качестве военного сословия. Потом, как военное сословие, начинали доминировать в этом государстве, составляя меньшинство населения. То есть в данном случае копчаки, да? Они защищали, как военное сословие, ну, территорию, которая была им подконтрольна. В данном случае копчаки в этом отношении почему не считают, что это единственные предки казахов и не главные, потому что они в основном, как ни странно, ну, я не считаю, что они занимали полностью всю территорию казахов. Они, как правило, жили в Поволжье, то есть рядом с Россией, и, как бы, в междуречии, да, сердари и амодари, и составляли военное сословие, как и у русских, да, княжцев, так и у среднеазиатских ханцев. Это, конечно, были тюрки, среднеазиатских ханцев. Они разговаривали, там, на тюркском, да, к тому же время, да, но это не означает, что это предки казахов. Почему? Потому что в основании народа, этноса, лежит культурно-бытовая обществ, то есть образ жизни, а не какие-либо языковые или, там, материальные и иные, там, факторы, да, включая, как бы, там, ну, язык, допустим, да, я считаю, что в этом отношении казахи, скорее всего, находились за пределами стены, да, а не внутри стен, да, потому что казах, это тот, кому нельзя было вообще оседать. Это был чисто кочевое вооружение. Казачество — это высшая стадия кочеричества, высшая стадия намадизма, да, потому что там, где вообще нету даже намека на оседлость, да, а в Копчаке, в данном случае, будущие военные условия в сиреназиатских государствах, в том числе и в российских нежествах, они, по сути дела, вели уже полуоседлый образ жизни, так называемые полусы и прочие с ними. Вообще, теперь насчет городов. Конечно же, города были у казахов. Суяб, на самом деле, тоже не казахи. Но опять же, повторюсь, эти города им были нужны для торговли, потому что, как этим аноманизм, это очень специализированная, узкоспециализированная отрасль хозяйства. И мы без торговли, то есть кочевники, никак не могли обходиться. Поэтому было важно, тот, кто контролировал города, какой-либо хан или султан, который мог контролировать город, тот сразу получал большое преимущество уже свободные гонодобытчики, казахи, его поддерживали, моментально, и организовывались как-то рядом. И сами они, ханы и султаны, которые контролировали города, они не жили в этих городах. Это противоречило их понятиям о чести. Кстау существовали, но это Кстау везде существовали, но они просто зимовали возле этих городов. Но в городах они этих не жили, потому что их было важно контролировать эти города. Когда мы говорили казахские города, мы должны понимать, что не мы в них жили, мы контролировали эти города, потому что эти города, среднеазиатские и прочие, они были восточными государствами, они были против свободы торговли, они не допускали кочевников торговли, а мы не могли без торговли, мы просто могли бы умереть с голоду, потому что чисто в натуральном хозяйстве, чисто в нормандизме ее не может быть, они вынуждены торговать. Пусть это очень специализированное хозяйство. Вот этот ответ по поводу городов. Я говорю, что в последний вопрос, когда Казахи эти города взяли под контроль, именно как казахи, они были среднеазиатскими, и ханстами, и ханстами. Это все присадарийские города, правильно? Это все считается присадарийскими городами. Возле Паволжья. А теперь по поводу сарайщика, если прочее. Не забывайте, что города, так называемые сарайщики и прочие сараи, на самом деле, они потеряли не столько города в классическом смысле, как отрара и цигнак, а Ордабазар не ген. То есть это были города, как бы ставки, кочевые, понимаете, да? То есть на самом деле, стоит только Ордабазар разрушить, где это место торговли, то там город, по сути дела, ничего не остается, потому что там в основном шатры, юрты, это были, даже Харапхорум, допустим, который был соленщик Чегисхана, и тот представлял собой больше Ордабазар, чем классический город, в нашем понимании оселлой культуры. И поэтому, этот ответ почему-то легко исчезли эти города, касалось лица земли, а потому что они, собственно говоря, не составляли из себя той самой культуры оселлой, тех каменных стен и прочей-прочей инфраструктуры, всей городской, да? Которой мы можем отнести от Рар, Сыднаки и прочее города. То есть мы, казахи, нам нужны были города, у нас были города, но это были города, как подконтрольные нам территории и общности. Вот о чем был смысл этого. Теперь вопрос в отношении, как бы, саков. Вы знаете, конечно же, в позднее время, да, некоторая саков начала говорить там на тюркском, из-за того, что сильно вознеслись тюркские, да, как ганаты. И здесь это не секрет, но хотим и не хотим, саки, да, они же скифы и прочие, да, они подлежали больше к андроновской культуре, да, чем тюрко-монгольской. А андроновская культура аты кайдан шахты? Адроновская, не ги андроновская шахта аты. Ну, во-первых, она происходила из того, что, несмотря на то, что там были определенные элементы звериного стиля, да, а аты, аты кайдан шахты брисы брисы? Ну, селение. А это селение где находится? На территории Казахстана. Ну, а почему это? Это просто название, возле села нашли звериный стиль, и поэтому название пошло. А я и так объясню. Дело в том, что мы, как этнологи и историки, должны разделять историю территории и историю народа. С точки зрения истории территории, конечно же, глупо отказываться от саков, да, андроновской культуры и прочих, да? Мы хотим знать историю территории нашей. Но когда мы говорим об истории народа, об этногенезе, мы должны различать эти понятия. В данном случае народ — это способ жизни, это культурно-бытовая обществ, а не территория. Ну, савтар, кушпендлер и боган и миспи. Савтар. Спорный вопрос. Вряд ли мы рода саков чистыми кочевниками, да? То есть, и в данном случае, если вы вспомните древних уйсуни, древних уйсуни, которые не наши уйсуни, уйшины, которые упрощают религию монгольского рода и племени уйшин, а древние уйсуни, которые были продолжателями традиций саков, даже они, как бы там, еще были полуособными, да? То есть, я скажу, что, скорее всего, саки, ну, вряд ли их назовешь полностью кочевыми народами. Потому что, повторюсь, кочевничество, аномодизм имеет свою историю. Начиналось там с пастушества, да? Потом переходило к куриному способу, да? Как бы, кочевание. И только последняя стадия, и высшая стадия, индивидуальная стадия там, да, кочевания, да? Аульный способ кочевания, казательство, стал высшей стадией. Он абсолютно стал специализированный, да? И чистый кочевой образ жизни. Я не думаю, что в то время тот такой чистый способ кочевания существовал УСАК. Он да, осы, ктаптын, 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 ишінде біз шығардан, ктаптын, бекма ханы, анау, не, үлкен қаламдар, сіз, сіздің пікірі басқа қой бұнды. Он да, сақтар, олар жазы отыр. Сақтар, массагет, дегра хаудыр. Он был күшпендер, бұл дұл дыр, олар дұл, олар беремен жағыр. Издел олар бұл дыр, олар көкеткөптіңді біз. Я объясню. Дело в том, что, конечно же, с точки зрения того же Геродотта и остальных, саққы бүлінді көкен бүлінді. Олар скифы, которых русскими называли саққым скифами, допустим, тоже был көкен бүлінді. Но по сравнению с казахами, как они кочевали, трудно их называть чистыми кочевниками, потому что в данном случае не секрет, допустим, что на территории Казахстана и к саксакультуре, и вообще кандронской культуре, там очень много селений, осёдлых по большому счёту. В этом отношении, я считаю, казахских городов не строили, и это было очень важным критерием их национальности. Они считали, что свободный образ жизни, у них никогда не было ни рабства, ни крепостничества, ни феодализма не было. Когда касательно, ну теперь вопрос, почему же Бекмаханов и прочие, учёные, которых я страшно уважаю, допустим, и преклоняя перед ними голову, я считаю, что мои исследования по сравнению с их исследованиями, по большому счёту, сравниться не могут, но я скажу, я основа, в том числе и на них. Потому что в то время, вы знаете, какое было, советское время, никто не хотел признавать, что Золотая Рода, это и мы и есть казахи. Ну, по-настоящему, Золотая Рода. Ведь Россия осталась, да, а Казахстан вдруг ниоткуда ничего не возьми, взял и появился, допустим, да. То есть я хочу сказать, что на самом деле, тогда была определённая идеология, было важно акцентироваться на истории территории, а не на истории, как бы, народа, понимаете, да. Никто не хотел сказать, что есть младший брат такой, который был раньше Золотой Ордой и который доминировал над Россией в флоте до Ивана Грозного. Иван Грозный боялся себя называть царём, он был великим князем, и только когда уже почувствовал полностью, что больше нет никакой угрозы, допустим, от чиньезидов, да, назывался сам себя царём. До этого на Руси татарская знать только имела право называться царём. Вот в чём проблема того, что и Бекмаханов, и прочие учёные были вынуждены, да, отдавать дань, да, советским стереотипам, да, и стереографиям. Бекмаханов, мысалом, он расты жазган, сондықтан, он еліншин жылда гулакка кетып, екэжи отырган. Он, оно, докторской диссертацийан, аннулироват етген он. Сондықтан, он идеология сай кез жазмамаган, тарихта, он расты жазган. Сондықтан, я хочу на это посмотреть, почему. Дело в том, что вы не подумайте, что я считаю, что Бекмаханов там, да, как бы не был там диссидентом, да, и уждей уздей, там, как бы. Я говорю, наоборот, то, что... Я хочу подчеркнуть, что, конечно же, Бекмаханов, это его трагическая судьба, да, конечно, он во многом там, по многим позициям там пострадал, да, потому что он писал правду, но он и правду-то писал тоже, исходя из какой-то методологической базы, да, он был вынужден отражать какие-то истинные корни казахской истории, за это, может, и пострадал, да, но он все равно был в рамках методологии марсистской, воспринимал народ именно с точки зрения материального базиса, да. То есть они как культурно-бытовые традиции, да, он воспринимал, что вот есть, к примеру, джузы, он считал, что джузы, к примеру, да, как они формируются, по местам, как бы, освоения, допустим, кочелового там ареала, да, что на сегодняшний день понятно уже доказано, что это очень надуманная схема, чисто марсистская схема, чтобы привязать марсистскую схему исторического материализма к истории казахского народа, джузы не были привязаны, в данном случае, к территориям, то есть территории подконтрольные, но они произникли не из территории. Санжар Асфиндиаров деген тарихшин, да, он марксист не мес, кой, Халил Досмухаммедов, мысал, Аллаш Ордан, к ней, бүклдер, олар, ешкайын, дай, марксизм, емде, марксизм, көз-карасы, қолдамаған, ешкайын. Бекмаханов да, улыс тарихынды марксизм көз-карасынан жазылмаған, сондықтан, меніңше олар жазған ол рас, сондықтан да, соусын кейін анау, бұлақы кетті. Біз тағыртың шең, алттықтан жақтыңыз, тарихқа деген етіп алдық. Негізі, неміз алттық идея болмыз, алттыға деген тарихыға айтынға керекпіз, тиіспіз, сонда біз қайдан шақтық. Және, қайда бараныз. Сал, сіз айтасыз, бізде ол тайпа деген болмаған кім көшіп, ауыл болып көшіп, бұл көшіп, біріккенді, сонда наймандар сүйткен солай құрылған ба, ұшқында туыстық қарманында жоқ, найман деген тайпа. Біз керей деген тайпа солай құрылған ба. Жарай, біз келдік қазір біз, нанадай мәселе бар, мен ойлай, бұлай, енді қайда бараныз біз. Біз көшбейдемес, біз баяқ тайпа-тайпа деген қазір жоқ, тұрмыстық денгейді қанат болдан, анау ал баңсың, наймансың деген сияқты. Біз енді қайда баруымыз керек. Мәселе оқсы, біз қайда бараныз, біз қайда шықтық, қайда тұрмыз, қайда бараныз. Мысалы, қазақ десе, көмінесіне байғаймын, әсіресе, ғорыс тілді қазақтарған ағасында біз қазақ болайық десе, біз атқамын болайық басында, кейзүйі ұларды тұрайық басында. Олар үшін қазақ болу деген сез кейзүйі атқамын. Ал жапон болу деген сез қылышына самурай болып қылышы алып, қаға жүйде тұрмыз ол бәзір. Сәл қазақтастық қазақтастық қазыр годы, үргін еткен. Ал бізде тұрмыс жүргін еткен, біз месе жылады, біз қайда шықты қайда күгін жабылды, қайда қалары аңыз жақтармасын. Я напомню, что мы откуда? Мы из древнемонгольского казачества. То есть мы произошли от сборных по сотням, по тысячам родов времен, этнополитических, некронроссленных, древнемонгольского казачества. Сегодня мы таковыми, то есть чистыми кочевниками, казахами, у которых есть целая градация, начиная с Джиги, походя через Саре до Батыра, такого уже у нас нет. Остался только дух. Никто не призывает садиться на коней и прочее. Хотя это тоже неплохо, почему бы нет? Я с удовольствием бы сел, и мне нравится жить в юрте, пить кумыс. Но сегодня мы, к сожалению, в большей части административно-правовой части, научно-образовательной, мы больше русскоязычный этнос, и мы должны от этого уйти. Мы должны с этим и согласиться. Вопрос только в том, как уходить, допустим. И я считаю, что мы должны идти в сторону информационного общества. Наша миссия казахской культуры – дать миру образец открытости индивидуальной, который происходит от нашего древнего способа жизни. И в этом отношении, я считаю, мы должны возвысить казахский язык, нашу культуру этническую, именно в согласовании с собственными человеческими ценностями, с глобальным трендом накопления информации в мире. И мы должны быть открытыми ко всем языкам и культурам, но при этом однозначно не потерять свою культуру, и доказать всему миру, что если мы экономически и военно-политически не такие сильные, то к культурным отношениям мы, может быть, лучше всех, сильнее всех, дать образец всему миру, как бы сохранить наши традиции открытости, свободы и взаимодействия. Якф הגла к ВЗИ, конечно, у нас есть данная радиация, ringe от überhaupt trained in manykah в мире. Например, Россия. Япония. Мы находимся назначен famous, что есть смысл ченвальное, которые известны по законоприорам. Традиции linked в Москве extDo Parte, Но я не знаю, что я не знаю. Поблемы нет. Только как он тратит свой ручок и английский честь, Достыр сену керет, соған жетет, ол сотка мысалы, сотка, уялы телефон. Моя уялы телефон, орыша да, қазақша да сөйлге болады ол, японша да, қытайша да сөйлге болады. Сондықтан, ол тұнды намысын сақтал, ол ешқандай кезеюне оралу деген сөз емес. Әрине кезеюе ол біздің дәстүріміз, яғы мен келесең, олар рахмақтар сондықтан, олар рахмақтар олар, ол мүлдене, қазақтың есі жоқ оларда болды. Шала қазақтар меніңше, олар кейбілерлер, ол менің достарым да, менің де осы қалада төп өскен адамын олар, олар кейбілерлер жанашид тіліне, тілінің білмесе, жанашид тілінің алаңданат өз қалқын тағдары туралы. А кейбілерлер, олар қазақ емес меніңше, меніңше меніңше, мен қазақ есіптеге да болмайды, өлкен тек қана, шағанығы дұрыс айтыматыр, мордасы ғана қазақ. А жансы, жансы ол емес, ойткен ол, казах тіліне карсы шығат мысалы. Біліміз ой, көп журналистер көзірне қоғам қайрыт керек көп көп, өздері казах тіліне карсы шығатыр. Меніңше орыс халқы, корейстер, неместер, казах тіліне да, казах тіліне карсы шықпайды. Олар айтылатыр, бізге тек қанна жағдай берінші бізге. Жағдай бініс, біз қазақта боламыз. А қазақ тілінің қарсы осы қалай дейді үшелі болады. Қазақтар да өзі айтуға болмайды меніңше оларға. Өз тілінің қарсы шыққанда өзі қазақты емес меніңше. Өзі тек қана қазақ. Сондықтан, әрине кез дүйіне оралу анау атқа мүмінің Қазақтын өз санайсыз бас? А Өрине мен жаным қазақ болады. Қазақ тақтық Өелі де. Бұлай болады Бұлай әуел ға. Қазақша өте жақсы сөйледі, біраз үз открылыÇ Вы не думаете, что вы 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 думаете о казахском языке? Почему вы думаете? Я хотел все почетнить. Национальная идея, это то, что интегрировать народ. Без национальной идеи народ распадается. Вот ничего важного. Я считаю, что национальная идея есть в каждом народе. Вопрос только в том, знает ли об этом народ или не знает. И это важно для меня, чтобы люди об этом узнали, в чем наша национальная идея. Я считаю, что казахская идея должна вывести все наши националисты Казахстана на информационный уровень общения, на уровень информационной культуры. И вот вы сейчас задаете там вопрос в отношении того, как бы я прослушал вопрос. А, создать тунгу. Придуманный язык. А, создать тунгу. Придуманный язык. Да, да, да. Придуманный, да. Против нас есть сильная проблема. Я считаю, что язык – это яркий пример коллективного творчества. Если вы за много миллиардов тенге придумаете новые слова и думаете, что вы создали язык, это большая ошибка, он все равно не будет освоен и не будет. Будет. Что мы делаем? Мы только открываем язык. Мы национальные идеи даже язык только можем открывать. Мы не можем его создавать. Понимаете, да? В этом отношении я против. Лучше пускай эти многомиллиардные средства бюджетные направят на пропаганду казахской культуры и его искусства народного. Но придумали, когда придумывают слова. То есть только придумывают слова, которые даже казахи никогда не будут использовать. И как бы ты писал, что это закон, он все равно так не будет говорить. Это не будет. А язык, он творится народом. Это единственный, может, тот элемент, который действительно полностью демократический. Как народ говорит, так мы должны изучать этот язык и его открывать для себя. А создавать мы не имеем права. Есть же можно модернизировать язык. А это будет только если народ будет разговаривать на нем, да? Вот в чем прав. Мухтар, в чем его поддерживает, да? Разговор, значит, это другое. А я объясню. Я объясню. Вот в чем Мухтар прав, в чем его поддерживает, да? Если мы будем, да, разговаривать на красном языке, а это благодаря только искусству, да? Мы можем быть вовлечены. Эмоции очень важны. Чувства очень важны, да? Когда мы будем любить этот язык, тогда мы будем разговаривать в нем. И рано или поздно мы начнем проводить и научные исследования на нем. Будем и административно-правовые документы на нем готовить, да? И вот тогда-то мы, народ, который разговаривает на красном языке, будем творить этот язык в административно-правовом, научно-образовательном, научно-техническом смысле слова. А придумывать и платить за это деньги людям, да? Это же преступление. Что-то, мы, Морзам Мемышев, мы будем сочетаться на красном языке. В результате, мы будем изучать и изучать, изучать и изучать. Что это? Да, мы рассказываем. Так что мы делаем книжку. Продолжение следует... 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 с индивидуальными русскими и русских в России. Это факт. Кто в армии служил, тот это знает. Кто ездил в Россию, тот это знает. Очень многие казахстанские русские отличают себя и позиционируют себя как казахстанцы. Когда мы достигнем того уровня, о котором говорил Мухтар, который я поддерживаю, тогда мы будем смело называть их казахами. И они сами будут себя называть казахами. Но пока этого не возникло, я буду что насильственными своими мерами, мы можем их оттолкнуть от себя. Поэтому сейчас возникли зачатки общегражданской общности. Пусть они и развиваются. Но я считаю, что люди уезжают, потому что в какой-то момент они начинают перестают верить в то, что общегражданская общность, которая здесь возникла, будет дальше развиваться. Потому что я считаю, что они не до конца разъяснили политику нашу, допустим, по отношению к так называемой казахизации. Я считаю, что в данном случае здесь надо будет отдать должное правительству. На самом деле, к сожалению, я с Мухтаром не до конца соглашусь. Государство, в принципе, очень многое делает для того, чтобы как можно меньше было русификации у нас в стране. Но мне кажется, проблема не от того, что она ничего не делала, а проблема в том, что она мало что могла сделать. Подходы были неверные. Я считаю, нужно было меньше насильственности и больше искусства внедрения языка, больше творчества в этом вопросе. И я считаю, что люди уезжают, потому что они не до конца верят. Но очень многие еще остались и верят, что это было. Обещаю, что они не происходят. и тоқталмаған бізде, Казақстанда, неге солай, мен бікірмем. Уйткені, кәзір шығып, осында автокүрлікте бәріміз отырамыз, радио қосысын, Казақтың радио бір ғана, Казақстанда алматы да, солы, бір ғана. Кеше ғана, осында жарты жыл бұрын, тек бір канал Казақтырынде болды, Казақстан. Теледедер, қарасақ, 90% Ресейдің әлде, Ресей тілінде, ғазет айн алсақ. 90% ғазет, Казақстанда, ну 90-80 көбі, Ресейдің әкелген ғазеттер. Онда менің қандай жалпы ұптық идея құру үшін мысалы, қандай саяси, ешқандай ондай саяси жоқ бізде, бүгінгі дейін. Казақтырын оның әршат дегендей не благодаря государственной политики а вопреки ей развивается и они с этим ничего не смогут сделать как бы они не старались а урстали козырт сын да а урбри дуэр олар олар жалпы осынане простит суньи дуэ козыр мысалы орыстар казақстанда 23 поез орта жас 47 жас бізде козыр 70 поез біз анау алты төрт алпыз 5 алпыз 8 ол өтіріп цифрлер менің ше өткені мен да олардың не татимовтарды пікірін жақсы білемін біздің орта жасымыз қазақтың қазақстанда 27 олар түнеді ол бәрі бір қазақстан қазақтылды сөйлейді негізінде төбінде бәрі бір қазақстан қазақ болады ол түнеді кей бірақ бәрі оларыстар кетпе атырға менің жүргесіршімін мүнучкасы қазақ бала бақшаға барды мысалы ол білет мен ұсының қазақстан қалам тұрам сол үшін баларың немнемердесін қазақтілінің оқып жүр мысалы ұндай бөінекелер бар Да, мыliveчатый Г�bellев на魂Enamanе. Здравствуйте, произведы такие développement на Казахстане, дляver Казахстане которые приходят в свои события. И вот для изучения современной акции оние так сложнее мысли gluten, Wisecr tegen видеоролера. Кстати добавление, city advertising. Это тоже одинаковый фактор. Скажите, что у нас все это было. У нас есть молодые годы. Казах и юг. Две годы мусульман, две годы тюрки. Тилы и медали. Две годы мусульман. Курт и мусульман. Казах и мусульман. Казах и мусульман. Большинство казахстанды. Улттык национальный язык. Особенно говоря. Меніше тіл. Казах тіл. Казахстандықтарды да Бір тұру функцияны ол тіл. Егер бәріміз Казақша сөйлесек, Осында дауда Шамалы болады. Меніше тіл. Және патриотизм. Бәрі осында тұрақтан адамда Казахстанның басқа елдерінің месі. Казахстанның патриотизм. Я не уажаю ни против языка, ни против патриотизма. Но это вещи очень общие, не конкретные. Я считаю, что конкретные вещи такая, что мы, наши национальные идеи, наш характер национальный, это индивидуальная открытость. И к чему она должна привести? Она должна привести нас к информационному обществу. Наша миссия быть образцом информационной культуры. Всех казахстанцы, не только казахстанцы. Вы ке́діше, айтасын, казахтылі. Вы казахтылі. Біз казахтылі. Меніңнеке түң бейгін айқасында, керінші, олан кхарсылықтан даңкері жақатн. Ал сіз керінші бейгін айтасында, ол жоқ, меніңнеке бейлік еңгізіңаңызды, күштед еңгізіңді. Но, знаете, я считаю, что все-таки по факту государство и правительство много делают, причем лишнего и зря, да, и неправильно делают, но оно хочет не греть казахский язык, а я считаю, что как раз таки вся проблема в том, что мы действительно, ну, в отличие от уралманов, да, мы изменились как этнос, то есть мы больше счастья стали русскоязычными, к сожалению, я не вижу это хорошо, я просто говорю, как есть, да, и к сожалению это так, и поэтому у нас только одно радио казахское, у нас только одно газеты казахское, да, потому что, к сожалению, это не так востребовано, вот, я хочу, чтобы это было востребовано, я хочу, чтобы это было востребовано, для этого нужно продумать мощную политику, да, очень искусственную политику, да, а не насильственно это просменить, потому что есть вещи, против которых не попрешь, сила противодействия всегда равна силе и действия, да, вот, и надо учитывать всегда. Когда мы подходим, то есть, да, наверное, чтобы люди были в Mediaviaires, именно такие вот отношения к Europ collectives, Millικ看到ので, о китайский, которые сейчас появились люди люди, которые занимаются семьями, общая на 들mitt buses, будут Ajaxх obediels. Сондықтан, сураныз да, радио, газеттерге, теледедарға да сураныз Казыр мол, бірақ мемлекет, оны бізге бермей ады Неге? Уткені, кубы олар өзі қазақ тілді білмейті, білксе келмейті Уткені, олар өз тіліне сөйлемей Үкемет, өзіміздің өкемет, сүрлейді ма қазақша? Біздің министрлеріміз біледі ма қазақша? Сонда қалай олар қандай өнеге қалқы көп? Еш қандай өнеге жоқ бізді не? О, мысал, нал, қалай сайырап тұрған, премьеріміз мысал қайдағы? Сондықтан олар қазақ тіліне, мен айтты айттым, орыстандыру саяси бүгінгі дейінде тоқталмаған қазақстанда. Джасан, әхмет, құрғанымызге, келгіндерімізге. Білеміз бір құрғанымызға? 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 Да, да. Жасақсы, құрғанымызға? Әлтің қазақша? Әлтің қаршы? Әлтің қазақшы? Әлтің қазақшы? Әлтің қазақшы?